Может быть это только первый краткий комментарий после прочтения статьи Владимира Путина на портале Кремлин.ру о единстве русского и украинских народов. Возникает у нас у белорусов существенный вопрос, но все же риторический, не требующий ответа. Статью надо читать не только украинцам, действительно. Это важно отметить, что при выстраивании добрососедских отношений не пишут историю соседям. Это скорее усиливает неприятие или непринятие, кому как больше подходит. Тезис о том, что государству не принадлежат территории в сегодняшнем современном мире, на мой взгляд, недопустим и даже неприемлем. Как строится добрососедство? Добрососедство строится через создание образа привлекательного соседа. Мне кажется, что прочитав эту статью, можно сделать вывод о том, что элиты тех государств, которые возникли после распада Советского Союза, точно не готовы к такому единению. Народы уже живут в национальных независимых государствах и не воспринимают это как необходимость. Они воспринимают как естественную данность и ценность сам факт того, что они живут в национальных государствах. Все это может привести к усилению центробежных тенденций, а не к объединению. В этом я убежден. Возникла новая реальность. Новая реальность. Независимые государства и народы, которые жить хотят в независимых государствах.